Какой будет нынешняя зима, предсказать трудно, пока технология позволяет определять более-менее точный прогноз на ближайшие шесть дней. Но этого времени достаточно, чтобы избежать так называемого дня жестянщика. Главное не откладывать поездку на шиномонтаж до последнего. Зима всякий раз вдруг, и это касается не только предприятий благоустройства, а тут и культура водителей должна быть на высоте в плане того, что вовремя переобуваться в зимнюю резину, выбирать скоростной режим. Но нужно подготовиться таким образом с нашими коллегами из ГИБДД республики, города, с тем, чтобы не допустить и дня жестянщика на начало зимы, ну и в целом никаких коллапсов в любые снегопады в течение зимы. Помимо городского автопарка уборочной техники, в случае резкого ухудшения погоды будет привлечена дополнительная рабочая сила и до тысячи единиц техники сторонних организаций. Городские дороги первой категории – это основные транспортные артерии и центральная часть Казани – будут обрабатывать противогололедным реагентом. Второстепенные поселковые дороги – более дешевая песчано-солевой смесью. На утилизации снега задействуют шесть стационарных снегоплавильных пункта. На случай обильных снегопадов в городе организованы 11 временных мест складирования снега. Также в центральной части Казани будут работать две передвижные снегоплавильные машины. К сожалению, я не обладаю прогнозами, какая будет зима, но мы владеем необходимым прогнозом на ближайшую неделю. И эти прогнозы поступают нам оперативно с гидромедцентра. И поэтому мы знаем, когда нам необходимо вывезти на улицы машины для обработки дорог и для разметания. Ну а что касается прогнозов зимы, то будем стараться, чтобы зима нас миновала в том отношении, чтобы не было заторовых ситуаций на дорогах, чтобы своевременно убирался снег, убирался гололед. Ну и хотелось бы, пользуясь моментом, обратиться к водителям, чтобы, конечно же, своевременно переобули свои машины на зимнюю резину, потому что это тоже имеет огромное значение для безопасности дорожного движения. Также на деловом понедельнике было объявлено, что программа капремонта жилых домов Казани на этот год завершена. Отремонтировали 188 домов на сумму 1,3 миллиарда миллионов рублей. Напомним, за 7 лет существования программы капитального ремонта жилищного фонда в столице республики отремонтированы 1739 домов. Это 33% жилого сектора Казани. В будущем году планируется отремонтировать еще 189 домов. Вообще же программа реконструкции жилого фонда рассчитана до 2043 года. По последним изменениям федерального закона основную долю должны составлять деньги собственников. Но у нас, в отличие от всей остальной России, традиционно 50% примерно софинансирования идет из бюджета республики и города. И на следующий год эта же пропорция должна быть сохранена, мы рассчитываем на это. Поэтому в общем объеме деньги собственников занимают большую долю, но не больше половины. Вот в этом году порядка 41% на следующий год примерно так же будет. Под занавес присутствующим в зале чиновникам напомнили, что подошло время уплаты налогов. До 5 ноября включительно необходимо оплатить транспортный налог и налог на имущество. До 17 ноября – земельный налог. Пока же в казну поступило менее 50% планируемых налоговых поступлений. Оплатить налоги можно через почту, банки, через терминалы электронного правительства и на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Если кто-то не получил или потерял налоговое уведомление, получить его можно в районной инспекции по месту жительства, либо зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте налоговой инспекции www.налог.ру. Сергей Шерстнев, Владимир Радушкин, Телеканал «Эфир». Продолжение следует...